Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Рождественский пост продолжается, и мы решили этот пост посвятить чтению Священного Писания. Все наши передачи — это разбор тех евангельских отрывков, которые на литургии Церковь предлагает молящимся. И сегодня в нашей студии настоятель храма Святой Блаженной Матроны Московской, отец Дионисий Левин, и с ним мы будем разбирать евангельское чтение сегодняшнего дня. Ну и… Здравствуйте, отец Дионисий! И начать бы мне хотелось с чтения, а напомню, что читаем мы с вами синодальный перевод текста Священного Писания. Это Евангелие от Марка, 8 глава, 22 стих. «Приходит в Евсаиду Христос и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селение». Вот такое вот евангельское чтение, евангельский отрывок. Вроде бы все просто, вроде бы мы слышим повествование о чуде, но интересно, что это чудо как-то из ряда вон выходящее тем, что вдруг Христу понадобились, во-первых, два этапа исцеления, а с другой стороны понадобились какие-то приспособления. Если раньше в других евангельских чтениях мы слышим, что Христос фактически одним словом исцеляет, «иди, больше не греши», «прощаются тебе грехи твои», «отпущается тебе твоя болезнь», и человек моментально исцеляется, то тут какие-то манипуляции Христос делает. И вот важно понять, зачем они нужны. Мы как-то с вами уже беседовали в одной из наших передач, говорили о том, что нет ничего случайного в Евангелии. И уж если это указывается, если евангелист, тем более это евангелист Марк, его Евангелие самое короткое, самое маленькое, в нем не так много глав, его можно прочитать фактически за час, за два. Вот. И если вдруг в его маленькое повествование он пишет об этом, значит, он хочет на это обратить внимание. Вопрос, зачем? Хочется ответить неисповедимому пути Господня. Да, да, да. Достаточно сложный момент, на мой взгляд, в толковании, и он не всегда разбирается у толкователей, потому что действительно какие-то моменты, которые делает Христос, достаточно сложно понять. И зачем понадобилось в данном чуде, при совершении данного чуда два этапа. Вот толкователей, я бы рискнул предположить, поскольку мы сейчас, наверное, тоже выступаем в роли своеобразных толкователей данного отрывка, что все-таки речь идет о сердце того человека, на которого было направлено чудо. Может быть, здесь вот речь идет не о тех, кто смотрит на это, кто это видит, а это видят апостолы, это видят те люди, которые в большом количестве сопровождали Христа, практически очень редко Христос бывал один, и когда это случалось, это евангелисты подчеркивали, что он один удалился там помолиться, один удалился в море, поплыл там или в Гефсиванский сад. И вот Христос редко бывает один, и достаточно часто то, что он делает, он делает для народа, для тех, кто на это смотрит. Вот я думаю, что в этом моменте он это делает, в первую очередь, для человека, с которым происходит это чудо. А тут, батюшка, может быть, у вас ускользнуло, потому что вот приводит к нему Вевсаиду слепого, и, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения. То есть, по сути дела, что он пошел практически один, его не видит. Ну, соответственно, тем паче, то есть это подчеркивает, да, наверное, вот, может быть, какую-то правильность направления мысли, что Христос это делает для него, потому что практически во всех местах, где Христос исцеляет людей, он связывает это с их духовным состоянием. А мы понимаем, что чудо возможно только по вере, в первую очередь, по вере нашей. Понятно, что есть вера близких, вера родственников, вера священства, которая молится там, да, за человека, но в первую очередь должна быть вера человека. И вот, видимо, то состояние веры, у этого слепого, оно нуждалось в том, чтобы сначала чудо было совершено не до конца, и был задан вот этот вопрос, что ты видишь? Возможно, чтобы придать уверенность. Потому что, на мой взгляд, Христос не хочет насиловать человека. Ну, как бы это резко не прозвучало, но ведь если ты не веришь, а тебя исцеляют, это некое такое насилие над твоими мыслями. Ну, над твоей свободой. То есть ты теперь уже не свободен решать, верить тебе или нет. Да, да, то есть ты поставлен перед фактом, чудо свершилось, как в это можно не верить. А здесь Христос предлагает, может быть, человеку все-таки самому принять это и поверить, что вот маленький этап сделан. Ведь, если так порассуждать, немножко, ну, приземленно, ну вот, плюнул Христос, помазал, человек что-то немного увидел. О чем он мог подумать? Он мог подумать о том, что, ну, может быть, у меня глаза были запыленные, вот мне их как-то промыли, может быть, он помазал меня каким-то лекарством, я же не видел, чем он там мазал. То есть, то чудо, вот пусть маленькое, да, что он там немножко увидел, немножко прозрел, списать на какие-то земные понятия можно было? Я думаю, что можно было бы. И, видимо, Христос хотел, чтобы в этот момент в сердце человека не было места вот этому приземленному суждению, а была вдруг открыта живая искренняя вера, что, Господи, я верю, что ты можешь и дальше, и хочу этого, и тут даже не обязательно слова, Христос видит в сердце человека. И вот дальше случается с ним то, что случается. И тоже, может быть, подтверждение, Христос дальше говорит ему не рассказывать. То есть, он, видимо, опять же, видит, что в сердце человека проснулась и благодарность, и намерение поведать об этом окружающим, и проповедовать то, что с ним случилось. А вот в нашей последней передаче, встрече, которая была у нас с вами, мы говорили о том, что Христос как раз ждет от нас проповеди. Почему периодически как бы вот вступает в это противоречие? С одной стороны, Христос говорит, идите и проповедуйте, разнесите благую весть, а кому-то он говорит, не заходи в селение, никому ничего не говори. Ну, вот здесь нужно, может быть, немножко вернуться и посмотреть контекст. То есть, разрешил ли уже Христос идти апостолам на проповедь? Я не всегда могу вспомнить, когда текст немножко выделен из контекста. То есть, вот, возможно, все-таки еще Христос не отправил апостолов даже на проповедь, и именно поэтому он говорит этому человеку молчать. Ну, возможно, да. Возможно. Сейчас мы не будем искать, чтобы на это время не тратить. Ну, в том числе. То есть, Христос, ну, во-первых, мы знаем, конечно, есть место, где он запрещает бесам говорить о нем. Но это другой момент. То есть, здесь он запрещает им, как лукавым и нечистым духом, благовествовать о истине, чтобы люди не прельстились и не восприняли истину из уст беса. Здесь, конечно, другое. То есть, он исцеляет этого человека, и здесь уже не идет речь о нечистоте этого человека, о его греховности. Христос его прощает и исцеляет его. Поэтому, запрещая ему говорить, возможно, он это делает, ну, и в том числе, может быть, в педагогических целях, в педагогических соображениях, а возможно, потому что еще не пришло время благовествовать его и проповедовать. Вот. Он, помним, и Петру запретил говорить какие-то вещи, да, когда тот исповедовал его Богом, Христос просил его об этом молчать. То есть, вот тут, наверное... То есть, здесь вопрос о своевременности. О своевременности. Того или иного. О своевременности и для общества, и для самого человека. Вот вернемся к слепому. Вообще, ну, то есть, я немножечко вот поделюсь своим ощущением того, что здесь как-то вообще очень много деталей. То есть, обычно такой деталировки при описании какого-то чуда такой деталировки нет. При том, что, опять же, это Марк, который пишет очень лаконично, четко, кратко, у него очень короткие предложения, и это для него, может быть, даже и не свойственно. Вот, да. То есть, здесь мы видим и указание, где это происходит, и что его приводят, соответственно, не он сидит при дороге, не он случайно встречает Христа. То есть, здесь происходит тоже такой момент ходатайственной какой-то помощи, да, когда родные, близкие, друзья подводят этого слепого, страдающего. То, что его выводит за руку Христос, то, что он производит вот это вот брение, и тоже очень интересно, видит ли что, спрашивает Христос. И, ну, вот на секунду, полезно иногда читать Евангелие, например, с точки зрения вот слепого, который, вот, над которым совершается это чудо. Ну, мы бы что могли сказать? Понятное дело, что зрение не дается молниеносно сразу, да, то есть, мы как некое бельмо сначала пропадает с глаза. Что мы начинаем сначала видеть? В первую очередь, мы ведь видим свет. Свет, какие-то чертания в свете. А здесь он видит людей, как деревьев, как будто ходячие деревья. То есть, здесь может быть вопрос вообще еще и в том, как вы правильно отметили, в сердце вот этого слепого, и что оно постепенно-постепенно пробуждается. И вопрос соотношения слепоты телесной со слепотой духовной. Потому что мы таких людей вокруг себя видим, ну, толпами, когда мы садимся в переполненный в час пик, там, трамвай, троллейбус, когда мы заходим, там, вот, особенно сейчас у нас предпраздничные дни, в торговый центр, где все снуют, толкают друг друга, там, плечами, руками и так далее. Вроде мы все друг друга видим, но как часто мы друг друга не замечаем? И как часто действительно люди, которые ходят вокруг нас, рядом с нами, не больше, чем деревья, которые вот, ну, некие силуэты, как бы сквозь тусклое стекло, да? То есть, мы смотрим сквозь них, мы смотрим мимо них. Вот. И здесь момент такого пробуждения, в том числе зрения духовного. То есть, опять-таки, для чего здоровье дается, вот здесь вопрос, тоже этический вопрос, потому что и у нас православные христиане, там, участвуют в таинствах соборования, ищут каких-то святынь, святые иконы, святые мощи, стремятся к ним приложиться, прикоснуться для исцеления. Но редко кто задается вопросом, что здоровье не является самоценностью и самодавлеющей вообще ценностью, что здоровье дается для чего-то. Если уж тебе даны глаза, то это для того, чтобы ты, ну, замечал, во-первых, людей вокруг себя, жизнь, которая течет вокруг тебя, происходит вокруг тебя. Вот это, ну, мое такое вот, мне так показалось, что здесь в том числе есть какой-то акцент и на этом. На тему вот духовного и телесного здоровья, да, мне вот за свою священническую практику приходилось видеть несколько, ну, сталкиваться с несколькими прям показательными такими моментами. Например, были звонки и просьба прийти по собору, прийти чтить человека. И, то есть, как говорится, на ладан дышит, но не умирает. То есть, вот вроде бы, как говорят врачи, с минуты на минуту, а живет. И день, и два, и три, и четыре, и возникает вопрос, а зачем ему эти дни даются? Ты приходишь, исповедуешь, может быть, первый раз, может быть, это была там последняя исповедь его. Вот. Он соборуется, причащается, и буквально там через день звонок батюшку надо отпеть. То есть, вот, и даже то, что многие люди начинают думать, что соборование, причастие, да, там вот, это такие таинства, которые нужно совершить перед смертью, что вот все это такой предсмертный рубеж, оно тоже вот именно из этих показательных примеров, что здоровье человеку дается для участия в таинствах, для участия в молитве, для богообщения, для принятия Бога. И когда человек исполняет это, да, зачастую оно здоровье. Вот и смерть приходит. Ну, то есть, тут, кстати, тоже интересный, с точки зрения христианской этики, вопрос о том, что, когда человек просит исцеления, это не всегда возвращение здоровья и возвращение в строй общества, социума. Иногда, собственно говоря, когда он просит ослабления болезни, ослабление этой болезни наступает через смерть. То есть, когда Господь забирает его к себе. То есть, ну, условно говоря, как человек, проходя мимо какого-то, там, не знаю, косяка, из которого торчал гвоздь, словно бы вот зацепился одеждой за гвоздь, что-то его и туда не пускает. Вот. И обратно он только, и обратно, в общем, тоже он не может пойти, потому что разорвет одежду, да. То есть, вот момент такого вот некого стационарного положения, в котором человек призван о чем-то подумать. Вот это я тоже замечал, то есть, вот когда приходишь к умирающему человеку, а он зацепился. Это не всегда бывают личные грехи. Иногда бывает это непримиренность с ближними. Да, непрощенные обиды. Господь не берет человека, пока тот не примирится. Да. Ну, у Антония Сурожского есть замечательное воспоминание об этом, когда он пришел к женщине в Лондоне, которая умирала, и она исповедовалась, причем она была именно такой прям воцерковленной, она ходила регулярно в храм, но вот пришел смертный час, и она страдала, болела в течение длительного времени, там, месяц-два, никак не могла умереть, и уже начала просить об этой смерти. И митрополита Антония, она пригласила и для того, чтобы побеседовать, и поисповедоваться, и помолиться совместно о том, чтобы Господь уже, как бы, облегчил страдания и забрал ее к себе. И выясняется, что она в ссоре со своей дочерью, вот, что у нее есть обида на дочь, у дочери есть обида на нее, и митрополит Антоний, ну, в общем, достаточно так резко, дерзновенно, и, в общем, я, наверное, побоялся поступить так же, он сказал, вот я сейчас ухожу, я над тобой читать разрешительную молитву не буду, я приду к тебе через 3-4 часа, найди возможность поговорить с дочерью, позвонить, или, если она рядом, пригласить ее домой, вот, примириться. То есть разрешительную молитву не дал. Я вот когда это читал, меня всегда вот это несколько так приводило в трепет, потому что, ну, не дать умирающему вот прощения, это, конечно, ну, нужно было дать определенной степенью дерзновения. И пониманием, наверное, духовного. потом через 3 часа он приходит, он находит ее в слезах, она сияет, она светится, да, она позвонила дочери, она примирилась, он над ней прочитал разрешительную молитву, они еще раз вместе помолились, и буквально там через день он пришел ее отпевать. Да, вот это здоровье телесное, духовное. Вот вопрос, который, безусловно, из этого отрывка в том числе вытекает. Какова природа чуда вообще, в принципе? Что такое чудо? Ну, по-моему, Христос об этом говорит достаточно ясно и конкретно. Если вы будете иметь веру в горчичное зерно, то скажете, горе, перейди, она перейдет. Возможно, понимать эти слова Христа буквально, что вот я скажу, горе, идти, она пойдет, не стоит. Но понимать, что главным фактором совершения чуда является твоя вера, твоя искренняя вера, ну, тут нужно это понимать достаточно отчетливо. То есть, без веры невозможно. А другое дело, что, как правильно, да, есть элемент ходатайства, когда приводят родственники. И вот сейчас в православии это достаточно развито, когда мы молимся за других. Есть такое заблуждение, что когда мы молимся за усопших, мы молимся о том, чтобы Господь поменял к ним отношения. Да, то есть, Господь относится одинаково всегда и ко всем. А вот люди к Богу относятся не всегда, так, как, может быть, следовало бы. И поэтому, когда мы молимся, в принципе, и за живых, ну, и в первую очередь за усопших, мы молимся о том, чтобы их состояние души по отношению к Богу поменялось. И вот эта вера, которая им не достает, она пришла. Опять же, мы молимся не о том, чтобы Господь по их неверствию, неверию их там помиловал, да, вот изнасиловал. Ну, это слово прям режет, но вот по-другому не скажешь, да, их волю свободную, что человек брыкается, не хочет верить, не хочет, чтобы чудо над ним совершено было, а Господь, значит, настаивает, да, железной рукой в рай еще говорят, да, не затащишь. То есть, мы молимся не об этом, мы молимся о том, чтобы человек осознал необходимость, чтобы в нем появилась вера, чтобы вот это вот хоть какое-то понимание, что если я захочу, если я обращусь, то в конечном итоге я это получу, так или иначе. Стучите, и я открою вам, говорит Христос, в другом месте Священного Писания. То есть, наличие веры, наличие просьбы, наличие стремления человека, народная мудрость, да, Господь намерение целует. Не надо даже дел, у нас на них сил зачастую не хватает. Намерение, хотя бы намерение, и Господь уже тебя поцелует, и это чудо будет. То есть, вот, мне кажется, это достаточно. Вы говорите несколько о механизме чуда, да, то есть, чтобы чудо свершилось, вера должна быть, или чтобы чудо свершилось, должна быть ходатайственная молитва. А само по себе, вот как феномен, что такое чудо? Вот, ведь, для очень многих людей, которые скептически относятся к людям верующим, к людям религиозного сознания, и когда они говорят, вот чудо, и они говорят, ой, да у вас у всех, все, у вас чудо, у вас чудеса, знамени кругом, и так далее. Я думаю, что, если говорить, так вот, может быть, немножко таким, опять же, материалистическим языком, это проявление влияния горнего мира на наш, то есть, проявление влияния невидимого мира на наш видимый. Когда стоит деревянная икона, ты знаешь, из чего она сделана. Вот это кусок дерева, там, липа, там, или еще какое-то. Вот это вот краски, вот это вот известь, вот, и вот вдруг, из всего этого вдруг начинает выделяться и капать, да, благовонная мира. Откуда оно там берется? Там же нет ни сосуда, там ничего не заложено, это не смола, которая вдруг из дерева может потечь. то есть, этого в природе дерева не содержится. То есть, это делось там невидимым образом. И получается, что вот это вот влияние невидимого горнего мира на наш видимый, нами воспринимается как чудо. Для Бога это чудом не является. То есть, для Бога это какие-то... А вот говорят о чудесах промысла Божьего. Это вообще что такое? Не сталкивался, если честно, таким термином, но вот исходя из вашей фразы, я думаю, что это то событие, которое было запланировано Богом, но не нами. Мы говорим о том, что есть некий промысел о каждом человеке. Это не протоптанная дорожка, по которой мы должны пойти, но это некое стремление, может быть, желание, чтобы человек избрал это направление. И иногда Господь каким-то образом человека к этому подталкивает. И вот что-то в жизни человека может происходить именно по промыслу Божьему, а не по человеческому плану, не по человеческому произволению. Вот, может быть, вот об этом речь идет. Ну, то есть, здесь примерно то же самое, о чем вы сказали и до этого, да, то есть вхождение Бога в жизнь, в биографию, в судьбу человека видимым или невидимым образом. Но чаще всего это происходит невидимым. И вот в данной ситуации, наверное, та самая хула на Духа Святаго, о которой говорит Господь, да, говорит Христос, что она не простится ни всем веки, ни в будущем, предполагает, что как раз, когда человек видит явные действия Божьи в своей жизни, он видит явное его вмешательство, и, собственно говоря, через это вмешательство поворот некий его жизненной эстезии в нужном направлении видит это, замечает это, но приписывает это банальные случайности, стечение обстоятельств, вот, своей собственной, там, какой-то умности, силе, там, и так далее. Вот. На эту тему, прости девочка, перебью, на эту тему ни одна студентка задала вопрос, он, может быть, резко прозвучал, но достаточно так вот, я думаю, что он вертится в головах слушателей и наших телезрителей, она спросила меня, я тоже говорил о промысле Божьем, о том, что нужно уметь понять этот промысел, да, то есть, или почувствовать его. Она сказала, Борис, как-то это с ума-то не сойти? Вот, там, пошел снег, это промысел Божий, или это просто явление природы, вот, для меня, в данную минуту, да, там, вот, там, мне место уступили, это промысел Божий, или просто это мне место уступили? Ну, то есть, понятно, что есть какие-то глобальные вещи, когда ты действительно относишься к промыслу Божьему, а есть более мелкие, а вот как понять, насколько они мелкие, насколько они являются промыслом Божьим, или твоей волей, или с течением обстоятельств? Ну, понятно, что такой очевидный ответ вертится, но на устах, да, что есть молитва, есть некое вот предстояние твое личное перед Богом, и, наверное, какие-то открытия тебе лично будут даны. Но, мне кажется, этот вопрос, наверное, у молодых людей будет присутствовать вот после нашей беседы. Как понять-то промысел Божий, как понять это вот действительно вот то, что вот Господь тебя ведет, или же это вот действительно сечение обстоятельств, или просто что-то еще? Вот сегодня у нас передача заканчивается таким открытым вопросом. Спасибо вам, батюшка, за участие в нашей передаче. А вас, дорогие друзья, напутствуя вот этим вот вопросом, я подскажу, дам небольшую подсказку, или, так скажем, компас, который может направить к нужному и правильному ответу. Вот митрополит Антоний Сурожский, когда его спрашивали, какая самая главная книга Священного Писания, он всегда отвечал, та, которую читаешь ты. Вот. То есть, это предполагает определенную настройку внутренних локаторов души на чистоту Господа Бога. Вот если ты действительно не просто пытаешься измерить длину воздействия Господа Бога на твою жизнь, а ты, в принципе, его подмечаешь, тогда действительно все будет чудесно. И снег, который сегодня пошел, и солнце, которое тебя согревает, и место, которое тебе уступили, действительно будет ощущаться действие Божие. Спасибо всем, Господи, за внимание. Храни вас Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова